О Динамовской улице в Харьковском справочнике по названиям улиц сказано, что первоначальное название улицы – Парковая. В 1936 году она была переименована в улицу Красных стадионов, а списки улиц 1954 года фигурируют под нынешним названием Динамовская. В дополнение к этим сведениям замечу, что на плане 1924 года улица, названная впоследствии Динамовской, доходит только до Шатиловского оврага и является продолжением улицы Шевченко, переименованной позднее в улицу газеты «Правда». На правой стороне улицы нарисованы какие-то строения. Возможно, впервые строения на этом месте были помечены еще на плане 1895 года. В текстах начала XX века это место порой описывалось как 7-й саперный батальон и в скобочках – бывшие бараки Красного Креста в конце Сумской улицы. Бараки появились раньше – казарма 7-го саперного батальона Пурджи. Так что эти бараки Красного Креста, возможно, находились на правой стороне будущей Динамовской улицы. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Где-то в середине 20-х годов отрок Шатиловского оврага, препятствовавший дальнейшему развитию улицы, был засыпан и появились предложения по ее застройке. В частности, архитектор Яновицкий по заказу небедного профсоюза советских торговых служащих выполнил проект Дома культуры этого профсоюза – Ноглу улицы и Сумской. Проектом предусматривалось также строительство клубной спортивной базы, несколько дальше, по той же левой стороне улицы. С этой клубной спортивной базы и началась реализация проекта. До нас дошла фотография занятий учащихся торгового училища на футбольном поле строящегося или уже построенного стадиона. В середине 30-х годов клуб софторг-служащих, размещавшийся в ассабдитее Гофмана и Дейлэля на Мельниково-6, был по какой-то причине закрыт. Строительство нового клубного здания на Сумской так и не началось, а стадион был передан открывшемуся в 35-м году Дворцу Пионеров. На картинке схема размещения стадиона, нарисована известным краеведом Владимиром Васильевичем Смоленским, своим воспоминанием о Харьковском Дворце Пионеров, хранящемся в отделе Украинки библиотеки Короленко. В 30-е годы на левой стороне улицы вместо клуба были построены общежития Военно-хозяйственной академии имени Молотова, автор проекта и его строительства здания «Неизвестный», и жилой дом, современный адрес улица Тринклера, 28. Из зданий на правой стороне улицы в альбоме есть фотографии двух из них. Уже знакомого нам здания военных казарм для революционной постройки с главным фасадом по Сумской и жилого дома, построенного в 39-м году по проекту архитектора Ленецкого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Кстати, он пионер в дни оккупации. После войны стадион «Пионер» стал составной частью системы Горано. В летнее время его площадки никогда не пустовали. Впрочем, в 50-е и 60-е годы тоже можно было сказать и о других базах. Город переживал настоящий спортивный бум. И все же некоторой неожиданностью стало то, что стадион «Пионер» оказался в авангарде городского спортивного движения. В 1959 году здесь впервые в стране были проведены соревнования среди детских футбольных команд, организованных по месту жительства. На протяжении 50 дней более 100 команд боролись за первенство. Эта идея, родившаяся на Харьковском стадионе «Пионер», разыгрывать первенство среди дворовых футбольных команд, была подплачена ЦК ВЛКСМ. И с 1964 года соревнования на приз «Кожаный мяч» стали всесоюзными. В 60-е годы на стадионе был построен спортивный комплекс. Искусственный каток площадью 600 квадратных метров с трибунами на 1100 мест и лучший в Харькове гимнастический зал. В 1966 году на этой базе была открыта школа высшего спортивного мастерства. В 1978 году появился детский плавательный бассейн. Но вот что любопытно, параллельно с ростом, укреплением базы организованного спорта, в городе падала массовость спорта неорганизованного. Одаренные в физическом отношении дети перешли в залы и бассейны, а их лишенные спортивные перспективы сверстники могли попасть туда лишь за плату. Скромный городской бюджет не потянул, наряду с субсидированием строительства новых спортивных дворцов, содержание ухоженных и недорогих спортивных площадок. Их число стало стремительно уменьшаться. К сожалению, и здесь Содион Пионер оказался в первых рядах. Содион Пионер Немецкий аэрофотоснимок 41-го года. Внизу Сумская и перпендикулярно к ней улица Красных стадионов, будущая Динамовская. Стадион Пионер и чуть выше – место будущего стадиона «Звезда». Фрагмент предыдущего снимка – место будущего стадиона «Звезда». Появление стадиона «Звезда» улица Динамовская, 3А было связано с размещением в непосредственной близости от этого места военного авиационного училища, созданного в 41-м году, а в 44-м – возрожденного в Харьков из эвакуации. Училищу была отведена территория авиагородка по улице Сумской, 77-79, на которой до июля 41-го года размещалась авиабригада Харьковского военного округа, а также угловое пятиэтажное здание, дом номер 77 в Сумской, где до войны находилось общежитие военно-хозяйственной академии. Для своей жизнедеятельности училищу в том числе была необходима спортивная база. И наиболее реальным вариантом ее появления было строительство этой базы в расположенном рядом Шатиловском Авраде. Строительству стадиона и спортивных площадок приступили в 52-м году. И, несмотря на все трудности, стадион был готов уже через год с футбольным полем, трибунами, беговыми дорожками и секторами. В настоящее время, кроме футбольного поля с трибунами на полторы тысячи мест, спорткомплекс имеет залы для рукопашной подготовки, бокса, гирьевого спорта и фитнеса, универсальный зал для гимнастики и спортивных игр, 25-метровый бассейн, 4 открытых гимнастических городка, открытые волейбольные и баскетбольные площадки и площадку для мини-футбола. В информации о спорткомплексе «Звезда» в сети написано, что комплекс имеет возможность принимать спортивные мероприятия областного, всеукраинского и международного уровня. Но фотографий соревнований, кроме снимков детской всеукраинской игры «Патриот», в сети нет. Хочется сказать, что большой активности в пропаганде спорта среди населения стадион «Звезда» на моей памяти, к сожалению, никогда не проявлял. Впрочем, эта задача в силу специфики военного ведомства перед ним, видимо, и не ставится. Продолжение следует... В июне 1931 года, в год пятилетия украинской «Динамовской организации», был открыт крупнейший в республике всеукраинский стадион «Динамо» имени Балицкого. Напомню, Севолод Балицкий в то время был председателем ГПУ Украины. В 1936 году, когда он был уже наркомом внутренних дел, его именем был назван открывшийся стадион «Динамов» в Киеве. Для стадиона был выделен большой земельный участок на северной окраине города за парком имени Горького. Отстроенный стадион имел 15-тысячную деревянную трибуну вокруг центрального ядра, тренировочное футбольное поле, 4 теннисных корта, гандбольную, волейбольную, баскетбольные арены. Вскоре на стадионе появились площадки для городковых ракеток, гимнастических городок, стрелковый тир, душевые, физкультурный павильон. Это вход на стадион, от которого, то есть от входа, уже ничего не осталось. «Динамо» имени Балицкого. Слово «Балицкий» написано по вертикали под буквой «М» в слове «Динамо». Еще одно не очень хорошее довоенное фото входа. Слово «Балицкий» уже не видно. Может, его и вообще нет, если с ним оболзел он после июля 1937 года, поскольку в ноябре Балицкий уже был расстрелян. Главная аллея стадиона. Справа знаменитый ресторан «Динамо». Пережил ли он войну, не знаю. Хороших фотографий нет, судить трудно. Но, глядя на имеющиеся снимки, можно сказать, что фасад его в послевоенное время стал выглядеть иначе. Ресторан славился от медной кухни. Там проводили свадьбы, встречи выпускников, обмывали кандидатские диссертации, праздновали дни рождения. В самом конце 60-х эту культовую точку Общепита уничтожил пожар. Что за торговая точка на аллее слева, не знаю. После войны ее уже не было. Дальше на правой стороне главной аллеи был построен физкультурный павильон. Там же он находится и сегодня, неоднократно перестроен и достроен. На боковом фасаде павильона пионерский призыв. Будьте готовы. Кодиции для спортсменов. Южная трибуна. В правой части снимка боковой фасад физкультурного павильона. Еще один снимок южной трибуны. На этот раз с рабочими, трамбующими гаревую беговую дорожку. До войны стадион «Динамо» был главным спортивным центром города. На его площадках всегда было многолюдно. Постоянно проводились соревнования самых разных уровней. Вплоть до республиканских и всесоюзных. На снимке старт одного из забегов на чемпионате Украины по легкой атлетике 37-го года. Обратите внимание на судью, дающего старт забега отмашкой флагом. Так в то время регистрировались и рекорды. Ну и куда же без футбола. Фото перетренировочным матчем первой и второй футбольных сборных Украины. И реклама. Очевидно, последнего предвоенного матча первенства СССР по футболу на стадионе «Динамо». Спартак-Динамо. Спартак-Харьковский, Динамо-Киевская. Снимок 44-го года. Тыльная сторона западной трибуны. Под трибуны в помещениях раздевалки, кладовые спортивного инвентаря. Во время войны база, как пишут, была полностью разрушена. Но уже в конце 40-х годов стадион работал как в довоенное время. Динамо-Киевская. Субтитры создавал DimaTorzok Мастера Харьковского локомотива, Спартак канул в лето, проводили свои домашние матчи на Динамовском поле. Помню свой первый визит на футбол в году в 1948-1949. Харьковский локомотив играл с запорожским. Ходили дворовой компанией, без билетов, конечно, и не через забор, а с помощью «Дядя, проведи!». Провести с собой малого – это было в порядке вещей. На снимке 1957 года играют юношеские команды «Динамо» с каким-то из клубов из довольно внушительного списка. «Строитель», «Искра», «Спартак», «Наука», «Труд», «Грано», но не записал и не вспомнил. А прийдите на стадион сегодня. Живет только теннис. Зато можно и с личным тренером. Весна 1958 года. В гости к баскетболистам Харькова пожаловали мужская и женская сборные команды Северной Кореи. Первая и единственная баскетбольная международная встреча в те годы. Площадку соорудили на центральном ядре перед южной трибуной. Женские команды, как помнится, сыграли в ничью. А в игре мужских команд победили харьковчане. 50-е и 70-е годы. Время расцвета Динамовского комплекса. В 1958 году состоялось долгожданное открытие велотрека «Динамо», история которого началась еще в 52-м году с обращения известного велогонщика Бориса Фурсенко за помощью к самому Берия. Полным ходом строительство развернулось уже в 55-м году. В 60-е и 70-е годы в Харькове появились тысячи поклонников велогонок на треке, старавшихся не пропускать многочисленные проводившиеся на Динамо соревнования. И вот добрая весть. Велотрек возрожден. После долгого простоя обновленный велотрек открылся 5 июня 2017 года. Но работу самого большого в городе открытого бассейна «Динамо», проработавшего меньше 30 лет, возродить не смогли. Сказать по правде и не пытались. А ведь как он был, казалось, построен к месту. Но, как выяснилось, когда начали считать деньги, не по карману. Перестал функционировать бассейн в 1992 году. Через 16 лет ванны бассейна, трибуны и вышки снесли. А на их месте была построена декорация внутреннего двора секретного ядерного института Уфти в 30-х годах. Для съемок фильма «ДАУ», когда они разрешили проводить съемки на территории режимного Уфти. Декорации стали одной из достопримечательностей, в кавычках, стадиона. После окончания съемок хотели там построить высотные дома. Но Пернест не согласился. «Я против», – сказал он. «Я против строительства там 24-этажных домов. Я за то, чтобы там был построен спортивный объект, но не в 24 этажа. Если там восстановят и построят открытый бассейн, честь и хвала инвесторам. Мы им только будем в этом помогать». Что же мы имеем в итоге? Большая часть территории спортивного комплекса «Динамо», находящейся к югу от центральной аллеи, была отдана в середине-конце 2000-х годов под застройку. И сегодня уже по соседству со стадионом строительная компания «Вантаж» возводит жилой комплекс «Люксембург». На оставшейся части территории по состоянию на 2017 год, как пишут в сети, спорткомплекс «Динамо» все еще включает. Список довольно внушительный. Легкоатлетический стадион, велотрех, административное здание с залами бокса и спортивной гимнастики, легкоатлетический манеж с площадкой для мини-футбола и зала борьбы, семь теннисных кортов, две волейбольные площадки, запасное футбольное поле, мини-футбольную площадку и тренажерный зал. Так что не будем унывать, а постараемся, по мере наших сил, быть такими, как эти жизнерадостные люди, отмечающие на дорожках стадиона «Динамо» юбилей своего старшего товарища. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok